КАЙ ГРИН Тренируйся с Каем. Ноги. Часть первая. Ник Триджили. Перспективный бодибилдер в супертяжелом весе, который становился шестым на национальном чемпионате среди юношей и вторым на Атлантик Стейтс. Он хочет реализовать свои перспективы, и он пришел в тренажерный зал Биф Фрэнсис в Лонг-Айленде, чтобы поучиться у двукратного чемпиона Арнольд Классик и претендента на Мистера Олимпию. Они начинают традиционно для Кая, с подготовки сознания к непростым задачам впереди. Для тех из вас, кто хочет побыстрее приступить к тренировке, достаточно и пятиминутной разминки. Но если вы похожи на меня и считаете состояние мыслей предпосылкой к успеху, то, думаю, вы найдете время для мудрости тренинга, пока они разминаются на степпере. Часть первая. Окей, что дальше? Хорошо. Разомнемся для начала. Ты всегда делаешь кардио перед тренировкой ног? Это не кардио. Это просто разминка. Кардио и разминка – это две большие разницы. Это мое личное представление, мнение об этом. Разминка хороша потому, что ее выполнение позволяет... Дает возможность проверить свою готовность. Это хороший способ начать свой внутренний диалог. «Эй, как я там? Кто я? Что я собираюсь сделать? Что важно для меня? Почему я здесь?» Так что разминка – хорошая возможность для того, чтобы сделать это. Особенно, когда речь идет о чем-то вроде тренинга ног. Ну и для меня это просто метод проверить свое состояние. Мышцы, которые я собираюсь тренировать. Мои ягодицы, бицепс бедра и так далее. Шагая на степпере, я не становлюсь на полную стопу, позволяя напрягаться всему, что только придется. Я вдавливаю, вдавливаю стопу в платформу. Делаю это каждый раз при смене ног. И каждый раз напрягаю заднюю сторону бедра и ягодицы. Заднюю сторону бедра и ягодицы. Бицепс бедра и ягодицы. А в голове начинаю прокручивать, как буду качать бицепс бедра. А выглядит все просто. Ногу вперед, ногу назад. Сокращаю мои бедра и ягодицы. Растягиваю при этом бицепс бедра. Все, что ты делаешь в зале, должно иметь цель. Если ты соревновательный спортсмен и готовишься к выступлению на сцене, все, что ты выполняешь, четко сводится к цели, к восьми позам. Для человека со среднестатистическим мышлением, который не станет учитывать все те моменты, которые я тебе перечислил, это просто кардио. Но сейчас, так как я поделился этим с тобой, для тебя в будущем это уже не будет просто кардио. Понимаешь меня? Ты всегда был глумокомысленным по отношению ко всему. Просто Кай, которого мы видим сейчас, был ли ты таким, скажем, 18 лет? Я думаю, да. Я думаю, что... Или же есть кто-то, кому ты подражал, на кого равнялся. Все на кого-то равняются. Все на кого-то равняются. Это те самые уроки, которые ты выносишь из всего. Каждый опыт в твоей жизни. Каждый опыт. Каждый человек может тебя научить. Все великие бодибилдеры за кадром просто обязаны мыслить глубоко. Когда ты смотришь на это тело, тело — это проявление огромного труда. Многих, многих, многих часов, часов и еще раз часов размышлений. Внимание и концентрация. Все сводится к этому. Понимаешь, о чем я? Даже бодибилдер, я, к примеру, идентифицирую его как бодибилдера, он может не считать так, но быть глубокомыслящим человеком. На самом деле, чтобы заниматься этим достойно, иметь шансы, человек просто должен быть вдумчивым, должен быть вдумчивой и проницательной личностью. Придать значение этому или игнорировать это зависит только от тебя. Но проигнорируешь ли ты это или посчитаешь лишним, не будет означать, что это неправда. Понимаешь? Когда мне было 17, я был мотивирован для этого. У меня не было такого, чтобы кто-то стоял рядом и говорил мне, вот здесь ты должен выжать, вот здесь ты должен прибавить, вот здесь еще что-то. Все, что я узнал, я прочитал в книгах, посмотрел в видео, заставляя самого себя. У меня не было такого, чтобы кто-то принуждал меня, руководил тем, что я делаю. Угол постановки, видишь? Переносишь упражнение с задней поверхности на ягодицы. Расслабил. Напрягаешь бицепс бедра и после сокращаешь ягодицы. Вот здесь контролируешь. Держишь грудь. Опускаешься в нижнюю точку. Правильное выполнение. Напрягаешь ягодицы, напрягаешь заднюю поверхность, растягиваешь и сводишь прямо к верхней точке. Бам. Да? И снова вниз. Ты не наклоняешься, просто блокируешь мышцы и сводишь ягодицы. Держишь свой таз на одной линии из груди. И снова поднимаешься. И сводишь как следует. И завершаешь здесь. Хорошо, держи грудь. Вот здесь. Здесь своди свои мышцы. Напрягай, напрягай. Семь. Напрягай, продолжай напрягать. Восемь. Девять. Давай полностью. Одиннадцать. Двенадцать. Хорошо, есть. Теперь ты готов начать. Начать. Убедитесь, что ставите стопы под углом девяносто градусов. Давай-давай, своди их. Два. Напрягай по всей амплитуде. Три. Четыре. Держись прямо. Пять. 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 Два. Это движение затрагивает все. Заднюю поверхность бедра, квадрицепсы, внешнюю сторону и внутреннюю. Еще и низ спины. Тело — это ваш инструмент. Используйте свои возможности. Каждое, каждое движение, которое он совершает, даже положение его ступней — это... это намного больше, чем просто расстановка ног. Он продумывает каждую деталь того, что он делает. на эту работу. Я желаю тебя. Я не знаю, что он делает. Медовый, действительно. Медовый, ты тоже заходишь. Медовый, ты тоже заходишь. Я тебя известно, что ты заходишь, я наружу. Все это тренируй, Наружу. Он делает. Шесть. Это уже похоже. Семь. Своди как следует. Делай как следует. Девять. Жёстче. Сокращай жёстче. Делай как следует. Девять. Жёстче. Сокращай жёстче. Десять. Хорошо. Как бодибилдер, как атлет, который выступает, я использую мышечное сокращение на сцене для демонстрации мышц. Но неважно, на сцене ты или тренируешься. Ты по-прежнему делаешь те же самые основные, фундаментальные вещи. И когда тренируешься в зале, и на сцене, когда хочешь свои мышцы показать. Понимаешь, о чём я? Да, понимаю. Хорошо. Так, чтобы выполнить его, нужны прямые локти. Почему? Потому что нужно использовать преимущество механики. Ты бодибилдер, не пауэрлифтер. Преимущество техники – это то, что нужно пауэрлифтерам. Тебе это не нужно. Тебе нужно заставлять мышцы работать, заставлять их напрягаться. Нет-нет. Твои локти. Выпрями их так. Держите ваши локти прямыми. Полностью вытягивайте рабочую ногу и сокращайте ягодицы и мышцы с задней стороны бедра. Шесть. Семь. Восемь. Делай чисто. Давай. Давай. Подъём. Нужно делать чисто. Это разминка. Давай сделаем это. Кай выглядит разочарованным, когда он начинает понимать, что Фил по-прежнему фокусируется не так, как следует. Давай представим ситуацию, когда противостояние только между тобой и твоим противником. Да, окей. Я хочу, чтобы ты был против меня сейчас. Я хочу, чтобы ты утер нос мне. Ну или как минимум сделал точно так же, как и я. Хорошо? Так что становись прямо сейчас, чтобы ты мог наблюдать за мной. Смотри. Когда ты разгибаешь заднюю поверхность, ты должен контролировать её. Я завершаю сокращение на самом верху и напрягаю ягодицы. Потом сгибаю заднюю часть бедра и опускаю ногу. Сокращаю. Большая амплитуда движения. Сделай это. Шесть. Задняя поверхность. Заканчивай в ягодицах. Восемь. Девять. Десять. Давай-давай, сделаем эти повторения. Давай. Твои мысли должны быть о том, что ты делаешь, что хочешь сделать. Каждое повторение, каждый момент, каждую секунду этого движения, вот чему тебе следует следовать. Выше. Двенадцать. И вот что имеет значение. Просто когда я говорю, что это только разминка, человек думает, как все на среднем уровне, скажет, чертова разминка. Подумай о том, как ты себя сейчас чувствуешь. Ради этого ты стараешься? Это же не имеет смысла. Вот такое мышление направит тебя по ложному пути. Мысли о том, что ты слишком стараешься, что это не то, что я должен делать, что из-за этого я буду терять свои мышцы и еще что-то. Подожди. Мы постараемся поймать свои мысли и повернуть в обратном направлении. Личность, о которой я говорю теперь, думает о том, как стать лучше при каждом поднятии, при достижении верхней точки. Я буду напрягать ягодицы и заднюю сторону бедра. И я буду сосредотачиваться на каждом моменте между повторениями. Смогу ли я? Контролирую ли я? Набираюсь ли я силы? Научившись думать так, ты забудешь о фразе «О, чертова тренировка». Ты подумаешь, «Окей, что дальше?» Окей, что дальше? Перевел и озвучил Андрей Луценко. Подписывайтесь на канал Generation of Bodybuilding и следите за обновлениями, продолжением тренировки ног Кая Грина и другими дублированными видео. Субтитры сделал DimaTorzok